Светлана 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 Если это реально, то буду стараться меньше спать, больше работать, учиться, чтобы добиться лучшей работы по сравнению с тем что есть Спасибо, всего доброго Ну первое, чтобы я сказал, что на Утесте можно заработать намного больше, чем 300 долларов Вопрос в том что там есть компании-заказчики, и компании-заказчики ставят задачу И они говорят, вот мы хотим, чтобы наш софтвор там потестировали люди, которые, например, имеют вот такие-то устройства. Допустим, последняя версия iPhone или там, не знаю, чего-то еще. У которых там есть опыт такой-то и такой-то. Которые живут в таких-то и таких-то странах. Потому что софтвор предназначен для того, чтобы его где-то продавать. Поэтому в основном получение заказа реалистично, получение проектов на U-Test реалистично в Соединенных Штатах, например, или в Канаде. Пожалуйста, вот сколько хочешь там. Только скажи, что у тебя железки какие есть. Тебя сразу приглашают там в песочницу и вперед. И понеслось. Если человек живет в Казахстане, то должен быть запрос на то, чтобы этот софтвор был тестирован людьми, которые там, скажем, русскоязычные. У них родной язык там. Ну что-то такое. Потому что если это идет, заявка идет на то, чтобы тестировали жители Соединенных Штатов. Потому что, скорее всего, софтвор продается в Соединенных Штатах. Там большой рынок и туда многие иностранные даже компании, они хотят, чтобы оттестирован софтвор был в США американским пользователям. Потому что его там продавать. Поэтому многие люди, которые на Ютесте работают, они как-то умудряются там закосить под живущих в Соединенных Штатах. Там какие-то у них тонкости, хитрости. Вот я не знаю. На эту тему вы можете поговорить с блогером Блэквиллом. Вот он у меня, значит, на канале был. Вот он как-то вот это умудрялся делать. И он знает как. Вот можете с ним. Саша Блэквилл. Теперь, что касается обучения. Что вот ему, чтобы тестировать хорошо на Ютесте, нужно обучаться. Вам не нужно нигде обучаться. У них на сайте на Ютесте есть видео, где они рассказывают, как тестировать. Они сами там обучаются для своих задач. Они не подразумевают, что это тестер, который прошел какой-то формальный курс, какое-то образование у него есть по тестированию и так далее. У них даже мысли такой нет. Вот они, ну то, что вот им там нужно, вот чтобы вы знали. Они вам там, значит, видео дают и показывают. У них есть статьи всевозможные. У них постоянно какие-то есть публикации для тех, кто у них там тестирует. Поэтому нигде вам учиться не надо. Английский. Ну да, если вы хотите типа вот американец, значит, или там канадец, да, надо по-английски и баг-репорты писать, и тест-кейсы, и так далее. Вы без английского не сможете. Если вы будете идти как житель Казахстана, как бы все по-честному, тогда, конечно, можно и без английского. Вот. Но просто вам мало чего перепадет. Я бы на самом деле с большим интересом посмотрел, что у вас получится с той точки зрения, что вот вы предлагаете свои услуги, и как у вас там пойдет. Но если бы можно было 300, 400, там, 500 долларов зарабатывать на Ютесте, живя там в Российской Федерации, Украине, там, Киргизии и так далее, так уже бы там половина населения побросала бы работу и только бы тестировала. Вот. Но как бы с мест приходят сигналы о том, что не так много проектов есть, которые вот надо тестировать силами русскоязычного населения. Поэтому такое мое впечатление. Светик, мы ответили на вопрос, что ты думаешь? Ну, я думаю, да. Ну, как могли. В всяком случае, то, как я вопрос понял, значит, учиться вам не надо этому делу. И английский, похоже, что вам тоже так пока особо не нужен. Вот. И зарабатывать, конечно, можно, если будут проекты, что непонятно. Непонятно. Вот. А так все путем. Счастливо. ПОТОЛОВ. ПОТОЛОВ. Удачи! Продолжение следует...